Ну, я думаю, что мы не будем занимать очень много времени наших слушателей презентацией сборника, потому что потом мы начнем уже разговор по существу. Скажу просто несколько слов введения и представлю тоже в нескольких словах два раздела сборника, а остальные разделы тогда, Марк, представишь ты? Добрый день. В сборнике, который действительно получился очень объемным, и мы этому очень рады, в этом сборнике академические исследования соседствуют с эссеистическими и мемуарными текстами. И первый раздел на нашем сборнике — это как раз «Мемуары и эссе». К сожалению, нет времени говорить о каждом тексте отдельно. Я скажу только, в общем, несколько слов. И скажу, что 16 авторов этого раздела, каждый изнутри своего собственного контекста, изнутри своей собственной перспективы, будь то перспектива семейная, как в случае Ольги Дунаевской и ее замечательного текста, который является вводным по всему сборнику, будь то изнутри перспективы дружеской, как в случае Михаила Шишкина, эссе которого следует за текстом Ольги Дунаевской. И, может быть, некоторые из вас уже читали это эссе на кольте, по-моему, да, Марк? Да-да-да. Будь то изнутри профессиональной перспективы, ну и так далее, каждый из 16 авторов рассказывает о том, как Шаров жил, как он думал, как он писал. В этом смысле я, кстати, вас опять же отсылаю к тексту Ольги Дунаевской, в котором совершенно прекрасно и детально, и подробно, и красочно описана именно писательская лаборатория, о том, как задумывались тексты, как они писались, как они редактировались, как они переписывались, как они публиковались. Каждый автор по-своему описывает, как Шаров писал, как дружил, как путешествовал, как гулял, как выступал с чтением своих романов, как получал и не получал премии, как реагировал и не реагировал на гневные выпадки благопристойных и благонамеренных литературных критиков. И, наконец, как он болел и как несправедливо быстро от нас ушел. Но при всей разнице контекстов и перспектив есть то, что объединяет всех этих 16 авторов раздела, а именно убежденность, вера в неповторимость и масштабность личности Шарова. И я надеюсь, что, мы все надеемся, что эта вера передастся и нашему читателю. Мы думаем, что она не может его ни заразить, ни увлечь, ни убедить. Причем, когда я говорю о масштабности и неповторимости Шарова, я имею в виду не только неповторимость и масштабность личности Шарова как человека. Все наши авторы подчеркивают уникальность дара общения Шарова, его уникальный дар собеседничества. Но, конечно же, и масштабность неповторима Шарова как писателя. И вот о месте Шарова на карте современной словесности, об особенностях, о парадоксах, о фантасмагориях, о загадках его прозы авторы первого раздела рассуждают, но рассуждают не в строго научно-академическом формате, а скорее в таком более свободном творческой эссеистической форме. Авторы же другого раздела, который называется «История, поэтика и эстетика», я думаю, я не буду их перечислять, чтобы не занимать время, расшифровывают ребусы созданного Шаровым исторического письма, который, конечно же, в общем, как мы понимаем, не вписывается ни в одну из известных нам жанровых категорий. Авторы этого раздела расшифровывают ребус этого письма уже в формате академической статьи, будь то в рамках анализов, нарративов фантастического родства, как в статье Ильи Кукулина, или же исторического письма, как полимцеста в статье Александра Горбенко. Марк, ты скажешь про следующий раздел? Да, давай, я могу подключаться или еще нет? Давай, подключайся. Я хочу добавить к тому, что Настя сказала то, что вообще этот сборник задумывался как своего рода антология, то есть мы в него включали не только статьи специально заказанные для этой книги, а их большинство, конечно, но и то, что печаталось раньше о Шарове. Однако оказалось, что вот таких книжных, скажем, книжного формата статей, которые бы выходили раньше Шарове, оказалось очень немного. Вот мы включили, скажем, статью Дмитрия Бавильского, которая выходила еще в 90-е годы в НЛО, и включили самую первую статью на английском, ну, когда-то на английском языке, Гарри Волша уже покойного, которую мы перевели на русский, вот, для того, чтобы она была доступна читателям, поскольку на нее практически все, во всяком случае, англоязычные авторы ссылаются. И вообще эта книга открывает новую серию, формально открывает новую серию под названием «Неканонический классик», серию книг издательства НЛО, но так уж получилось, что как бы книги уже были, а серии формально еще не было. Это был сборник про Пригова, 10-го года был сборник про Сорокина, 17-го года, и вот сейчас сборник Шарова, который действительно формально инаугурирует эту серию, там буквально на титуле уже это написано. Вот, то есть мы действительно хотели описать, написать о Володе, как о новом неканоническом классике. Вот, и, конечно, самое важное в романистике и не только в романистике, в эссоистике Шарова, а Шаров, я напомню, написал 9 романов и 2 книги, эссе, книгу стихов. Это его отношение с историей, его работа с историей, поэтому вот наши разделы, и название книги по ту сторону истории, и разделы, они включают в себя, так сказать, понятие истории. И вот Настя говорила о разделе «История, поэтика и эстетика», у нас есть еще раздел «История, философия и политика», где, собственно говоря, авторы этого раздела, присутствующие здесь Михаил Апштейн, Кэрил Эммерсон, известный американский филолог, Александр Эткинт, Александр Дмитриев, они пишут именно о философии истории, которую Шаров создает самостоятельно, создает в диалоге с самыми разными авторами, от Толстого до Платонова, вот, и в этом смысле этот раздел такой, как бы, такая философская депутация Шарова, тогда как тот раздел, о котором говорила Настя, «История, поэтика и эстетика», это именно попытка написать поэтику Шарова. И там очень интересные всякого рода переклички, вот, например, статья Саши Горбенко, Витина перекликается с статьей молодого американского исследователя Брэдли Горского, по-моему, Саша и Брэдли никогда не встречались, но у них есть удивительные вот просто рифмы в этих статьях, и мы с Настей даже думали, как быть, а потом решили, нет, пусть рифмы остаются. Рифмы всегда должны оставаться, тем более, что вот у Амины Габриэловой, которая, как я вижу, присутствует среди участников, здравствуйте, Амина, статья так и называется «Рифмы и рефриены», а само это название взято у Шарова из его романа «Царство Агамемного». Вот, и кроме статей у нас есть еще два раздела. Один раздел – это интервью и мемуар очень известного болгарского поэта и издателя, продюсера Георгия Борисова. Вот прекрасный, очень живой, яркий мемуар о Володе под названием «Принц Борнейский» и его очень большое интервью, которое печаталось только на болгарском языке, и вот мы впервые его перевели на русский, называется «Отказ от детей и рассеян до самоубийства». А завершает книгу краткая биография Шарлова, и его краткая библиография составлена еще одним участником сегодняшних мероприятий Марком Белозеровым, которому мы искренне благодарны. И последнее, что я хочу сказать, вот что называется, прекращая дозволенные речи, чтобы не отнять все время, хотя мы с Настей редактировали этот сборник, у сборника был третий неформальный редактор, это Оля Дунаевская, из которой все это совершенно никогда бы не случилось, поскольку Оля помогала нам во всем и на всех стадиях, и в поиске авторов, и в работе с авторами, в редактуре текстов. И в работе над обложкой. Короче говоря, вот первый случай сказать Оле огромное спасибо за все, что она сделала для выхода этой пункты. Вот, Саша, вы закончили. Большое спасибо, коллеги. Теперь я предложил бы перейти к следующей серии наших мероприятий, как сказал Марк Наумович. И я бы очень попросил участников рассказать о своих статьях или, как в случае с Ольгой Владимировной Дунаевской, о своем замечательном мемуаре. Ну и чтобы у коллег было время немножко обдумать свое выступление, я бы хотел анонсировать порядок. Если вы не против такого, то мы бы так и сделали. Я попросил бы Ольгу Владимировну рассказать, может быть, в течение нескольких минут о том мемуаре, то есть как бы немножко презентовать те работы, которые вы написали для обсуждаемого нами сборника. А потом я бы очень попросил рассказать о своей статье Михаила Наумовича Эпштейна, ну а потом замечательных редакторов нашего сборника, может быть, в том же порядке, а может быть, в противоположном, тому же, как они захотят. Ольга Владимировна, сейчас я включу вам звук, одну секунду, пожалуйста. Нет звукового экрана. И звук, сейчас все хорошо? Ну, я, во-первых, тоже хочу поблагодарить, пользуясь случаем, что все собравись, и в первую очередь поблагодарить всех участников сборника, и в первую очередь, конечно, Марка Липовецкого, потому что так получилось, что прямо вот сказал-сделал. В Загребе мы только говорили о том, что вот, то есть говорили, в России говорили, что надо бы сделать книгу, еще когда вот Володя не стало, сразу на Мариале был большой вечер, и мы посвященные все поговорили, что надо бы, и на этом, собственно, естественно, дело все и прекратилось. А вот после Загреба прошло всего-то ничего, и три месяца, и уже с первого сентября пошли и статьи, и тексты, и все-все, так сказать, закрутилось, и, в общем, просто это грандиозно. И Насте огромное спасибо, Далафартель, и всем участникам. И вот что еще хочу сказать, что тексты замечательные, действительно, вот я держу эту книгу, это огромная книга, где нет ни единого пустого текста, где все в десятку. И объяснение тут очень простое, Володя не входил в номенклатуру, и поэтому все, кто о нем писали, они все, либо, так сказать, тем самим было это интересно, либо они к нему хорошо относились и хотели написать. То есть это не к тому, что надо было написать, а люди писали от души и от сердца, и, так сказать, люди все замечательные. И, в общем, огромное спасибо, и большое спасибо тоже Ирине Дмитриевне Прохоровой за издание. Издание отличное получилось, ну, просто вот все просто супер. Вот, ну вот, что касается моего текста. Сначала я думала, что вообще у меня как-то не гладит пороху так быстро что-то писать, но потом я решила, что я напишу о том, что, так сказать, из чего рождались романы. Они рождались совершенно не из ссора, так сказать, и Володь на стихи тоже рождались абсолютно не из ссора. Они всегда рождались из его удивления или из его непонимания чего-то. Вот он так говорил сам, что я пишу тогда, когда что-то хочу понять. И в процессе, так сказать, понимания это приходило. И хотела тоже сказать несколько слов о первых публикаторах и основных публикаторах, и как проходили эти публикации. Проходили они сначала со скрипом и, так сказать, со сложностями, отчасти по Володиной вине, потому что он не был уверен, что после первого романа он напишет что-то еще. И он хотел втиснуть в него все, что было им придумано и продумано, и создано. И как его не просили в Москве удалить историческую часть, он артачился и, так сказать, отказывался. Поэтому роман вышел в Урале первый. Ну а потом уже были, так сказать, не буду пересказывать еще раз, были свои истории каждой публикации. Ну, слава богу, так сказать, все было благополучно, хотя тоже с какими-то иногда трудностями, и особенно в премиях, так сказать, были свои сложности. Но, в общем, я очень рада, что, так сказать, все-таки последние три года он действительно получал то, что он должен был получить. Его приглашали, его везде звали, и, так сказать, он понял, что он оценен. Вот, ну вот, то, что я хотела сказать. Спасибо большое, Ольга Владимировна, Михаил Наумович. Не могли бы вы немножко рассказать о своей статье, которая в самом своем названии содержит не очень привычное, может быть, для читателей слово, но очень точное, Сатану Дицея. Спасибо. Хочу также поблагодарить создателей и редакторов этого сборника за удивительную оперативность и масштабность этого замысла, удивительно быстро воплощенного. Мысль художественная Шарова возникает на скрещение истории и теологии, я бы сказал, истории и религии. И именно об этом моя статья, Сатана Дицея, это неологизм, образованный по той же модели, что теодицея, то есть оправдание Бога, как оправдать то зло, которое существует в мире. А Сатана Дицея, это как бы более легкое оправдание зла, чем теодицея. И Володина, так сказать, теология, ну, конечно, не его в прямом смысле теология, а теология его персонажей состоит в том, что Сатана уже пришел в этот мир. И герои Шарова, старообрядцы, раскольники, сектанты, они верят в то, что зло уже здесь, в мире. Но это зло оборачивается добром, и Сатана выполняет работу Бога. Даже если этот Сатана воплощается в Иване Грозном или в Сталине, Сатана сооружает такой алтарь, на котором он приносит жертвы невинно убиенных, и они спасаются, так сказать, восходят непосредственно в рай. Даже если они были грешниками в этой жизни, но они подвергаются мучениям, истязаниям совсем не за свои реальные грехи, а за грехи вымышленные. И тем самым Иван Грозный, Сталин и другие злодеи русской истории, она сплошь почти состоит из одной формы злодейства, переходящей в другую. Это своего рода такая вот непрестанная литургия, такая вот жертвоприношение, которое отправляет души в небо. А с другой стороны, готовят их к последующему воскрешению на этой земле, поскольку чекисты, они создают подробнейшие подноготные, так сказать, своих жертв и укладывают их в папки «Хранить вечно». Создают как бы Федоровские музеи, по которым им обещано грядущее воскрешение. То есть создается такая вот не только геополитика расширения этого святого мира, но и хронополитика, то есть его расширение в будущее и в вечность. Своего рода такой идеальный райский топос возникает на месте этого царства. Агамемна, как называется, последний роман Володи. Надо сказать, что читая Володю, все время вспоминаешь известное изречение Маркса о том, что идеи, обладевая массами, становятся материальной силой, но с маленькой такой вот перефразировкой. Безумие, обладевая массами, становится такой разрушительной или спасительной силой. И надо сказать, что вот это вот переключение модальности от истории к идее, от истории к теологии, оно настолько органично в текстах Володи, как оно было органичное в его разговорах. Вот я помню наши многочисленные, так сказать, общения. Володя рассказывает какой-то исторический сюжет, и вдруг совершенно как бы что-то загорается в его глазах, он переходит в другую модальность, он переходит в модальность уже как бы такую не самоделишную, но столь же убедительную, столь же логическую, теологически оправданную, как и то, что он только что говорил об истории. Это уже фантасмагория. И вот это вот переключение с плана фантасмагории в историю, как они досоздают, дополняют друг друга, это поражало меня всегда и в разговоре Володи, и в его текстах. Это не было надуманное, сконструированное, это было его художественное многомерное существование в разных модальностях, модально сущего, модальности возможного и как бы провиденциально необходимого. Ну, в общем, чтобы завершить свое выступление, хочу сказать, что для меня главным в этой статье было еще и спроецировать Володина мышление на последующее, на то, что происходит как бы вне его романов, поэтому там есть глава об Александре Тугине, как о возможном персонаже десятого романа Володи. Могла бы появиться еще глава о Сергее Романове, который ныне создал, так сказать, свое сектантское царство на Урале. Вот все эти причудливые явления российской действительности, эта история направляется в некие формы метеологического безумия, они составляют орбиту шаровских романов, которые расширяются, включают в себя новые исторические пласты, и в этом, конечно, заключается его огромная сила как художник. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Наумович. И я вот думаю, коллеги, может быть, нам стоит воспользоваться такой возможностью. Среди нас есть еще два автора нашего сборника, это Амина Габриэлова и Александр Дмитриев. И вот, если вы не против, то, коллеги, я бы попросил тоже вас рассказать немножко о своих статьях Александра или Амина. Как вы смотрите на такое предложение? Я понимаю, что это экспромт, и, может быть, это не очень комфортно. Ну, пока коллеги думают, мы пока с Настей о своих расскажем. Да, тогда Марк Наумович, пожалуйста. Не, ну, Настя, сначала Настя. Спасибо. Звук, Настя, звук. Прошу прощения, потому что у меня тут столько всего. Моя статья называется «Ход коня». Понятная отсылка к Виктору Шкловскому. Он ходит вбок, потому что прямая дорога ему запрещена. Да, «Ход коня» или эдилистический мемесис Владимира Шарова. И я анализирую, исследую, пытаюсь понять генезис и функционирование шаровского художественного метода. И в первой части статьи, которая более такого теоретического плана, я пытаюсь ответить на два вопроса. Во-первых, почему Шаров столь часто и декларативно позиционировал себя как реалиста? Да, я реалист, и жизнь, какая она у меня есть, вполне адекватна и настоящая. И с другой стороны, пытаюсь ответить на второй вопрос. Почему Шаров ушел из истории в литературу? Для всех, кто читал романы Шарова, очевидно, что заявка на реализм в его случае подразумевает какое-то другое. Его осмысление, понимание, которое разнится с традиционным, нормативным, историческим, если угодно, обиходным определением реализма, как дискурса, который воспроизводит мир в узнаваемом виде. И вот это другое осмысление реализма как метода литературного письма я и предлагаю в случае Шарова называть идеалистическим мемесисом. Когда мемесис трактуется не в платоновском смысле имитации и подражания, а скорее в аристотелевском смысле, как делание, как конструирование некоторой, построение действительности, как некоторой мыслительной модели. И когда идеалистически отсылает к природе тех элементов, которые закладываются в фундамент художественной конструкции. И цель подобного идеалистического мемесиса, как мне кажется, в случае с Шарова, именно не в иллюзионистском воспроизведении окружающего мира, а прежде всего вот в репрезентации путем проникновения в сокрытые слои действительности, в ее сущности, как сказали бы символисты, репрезентации мира идей и потенциальных возможностей, тех, цитирую Шарова, подоснов взаимоотношений, над которыми он и размышлял всю свою жизнь. И при этом мы помним, что Шаров пришел, это очень важный момент, в литературу как историк. И мне кажется, что генезис его литературного метода и его заявка на реализм обусловлены именно спецификой его рефлексии об эпистемологии исторического познания. И в своей статье я стараюсь реконструировать и обозначить несколько важных аспектов этой Шаровской рефлексии, попутно вписывая их в определенную традицию философской исторической мысли. И я показываю, что эпистемология Шарова с точки зрения исторического познания перекликается с концепцией подлинной историчности, как ее формулировали Арон, Рикер и другие, концепция, которая подразумевает толкование прошлого именно как челес возврат к его скрытым возможностям. Концепция, которая основывается на таком размыкании казуальной обусловленности исторического детерминизма, идее свободы исторической реальности, которая у Шарова всегда не есть некий застывший в своей неподвижности кадр, а всегда неоднозначный и непредсказуемый. И в случае Шарова, что тоже очень важно, и это меня вводит к ответу на мой второй вопрос, в случае Шарова очень важно, что вот свобода разомкнуть прошлое в сторону будущего порождается его антипозитивистским, если угодно, антиброделевской установкой, убеждением в том, что подлинная историчность связана с воспроизведением, прежде всего, реальности живых человеческих судеб. И вот именно подобное осмысление диалога с прошлым как воссоздание горизонта ожидания некогда живших людей и становится, на мой взгляд, той точкой бифуркации, той точкой невозврата, я бы даже сказала, откуда для Шарова становится возможен только один путь, а именно путь в литературу. Потому что вот такое воспроизведение горизонта ожидания некогда живших людей невозможно вне германистической стратегии. Стратегии, которая прежде всего ориентирована не на объяснение казуальных обусловленностях исторических событий, а ориентирована на понимание и обретение смысла того, что произошло. А это понимание и обретение невозможно вне дедистанцирования по отношению к предмету исследований. То есть вот эта германистическая стратегия у Шарова предполагает в чувствовании в объекте познания, в чувствовании в эту человеческую реальность. И понятно, что эта германистическая стратегия разрушает дистанцию между исследователем и материалом и тем самым не слишком внятно и любимо традиционными историками. И та территория, на которой эта германистическая стратегия может реализоваться в свою полную силу, это территория художественного вымысла. Это различные формы литературного письма. И вот Шаров, уходя из истории и выбирая эту германистическую стратегию, он делает выбор покинуть историю как науку, и потому что история равна, как писал Шаров, самой себе, в то время как территория на территории литературы все вновь, все никогда не знаешь, куда вырыгнуть. Это что касается теоретической части моей статьи, что касается второй ее части, которая посвящена анализу функционирования Шаровского метода, идеалистического мемесиса с точки зрения поэтики, с точки зрения материала, который он использует, с точки зрения рецепции этого метода. Я не буду ее пересказывать, там достаточно много всяких технических, и не очень, я думаю, интересно в таком формате подробностей. Я скажу только, что я беру один роман, а именно «Восвящение Лазаря». Тут я позволила себе поддаться, скажем, словами Барта, удовольствию текста, и это один из моих любимых романов, с одной стороны. А с другой стороны, в контексте общего формального принципа Шаровской поэтики, о котором, я думаю, может быть, мы сегодня еще будем говорить, а именно, постоянное развитие единого мета-сюжета, когда каждый роман генетически и генеалогически связан с предыдущим. В контексте этого общего формального принципа Шаровской поэтики анализ одного романа может резонировать и с другими романами Шарова. И вот я занимаюсь таким кейс-стадией. Все, спасибо, простите, если слишком долго. Большое спасибо, Анастасия, Марк Наумович. Спасибо, спасибо большое. Статью о теологии террора. Да, да, статья называется «Теология террора», и она посвящена мета-сюжету, исторический мета-сюжет в романах Шарова. В общем, о том, о чем я написал статью, и Михаил Наумович и Насте уже упомянули. Я вообще полагаю, что Шаров во всех своих романах, которые, как он сам говорил, один продолжает, другой, о чем Настя уже упомянула, он всегда пытался найти такую, найти и сконструировать в безвестной степени теологию террора, теологию советского террора. И вообще советский террор был всегда у него важнейшей точкой, вокруг которой все его сложные нарративы строились. Если к нему все было устремлено в той или иной степени. И это была та самая рана, которая всегда у него болела. И всякий, кто читал романы Шарова, замечает, что они, в общем, развивают примерно всегда одну и ту же, так сказать, историю, да, о том, как революция мыслится и готовится, и как бы связывается со вторым пришествием, да, и что для этого делается. И каждый сюжет всегда, вот эту вот связку революции, второго пришествия, террор, она имеет в своей структуре. Вот. И я, значит, сначала попробовал выделить просто такие константы вот этого мета-сюжета Шарова, как бы такие устойчивые связки смыслов, да. Ну, там, допустим, Россия – святая земля, которая замещает Израиль, да. Вот революция – это способ приблизить апокалипсис и снижение второго пришествия. Чекисты, которые выступают в роли священников и допрашивая людей, спасают их для, для будущего после, после, так сказать, второго пришествия. И так далее. Я выдел целый, целый, ряд этих повторяющихся элементов, посмотрел, как они по-разному появляются в разных текстах, но главная эта проблема для меня была, и я не знаю, удалось мне решить или нет, надеюсь, что удалось, что я-то пытался доказывать, вот в отличие от Насти, которая смотрит на Володю как на реалист, что он все-таки был посмодернистом, несмотря на то, что он всегда говорил, что к посмодернизму он не имеет никакого отношения. Я в данном случае такой человек, конфессиональный, я считаю, что писателям нельзя даже антиритизировать насчет их творчества. Это не их работа, для этого нам платят зарплату. Или не платят. Но главное, что это то, чем мы занимаемся. И есть знаменитое определение посмодернизма, которое когда-то предложил Леотар. Что такое посмодернизм? Это недоверие к метанарративам. Недоверие к метанарративам, метанарративам истории. Вот у Шарова это недоверие к метанарративам выражается буквально. То есть он с одной стороны в каждом романе создает заново вот этот метанарратив русской истории, который действительно опирается на очень глубокие основания русской истории. А с другой стороны, одновременно его критикуют. Их критика это очень тонкая. Она и в сюжете, но и прежде всего она в стиле, в гротескном стиле. Шарова, который многие часто не ощущают, но гротеск Шарова, это всегда столкновение вещей, в общем-то, несопоставимых. Когда, допустим, марксистская программа партии обсуждает вопрос о спасении человечества, прихода Иисуса Христа, или же как вот в доевое время были разработаны две программы в соответствии с тогдашней модой. Они назывались программами, программами максимум. В сущности же обе программы были просто разными этапами одной. Конечно, конечной целью общей программы было возвращение самим человеком, а не Богом, всего человеческого рода в рай и его соединение с Господом, для чего предусматривалось воскрешение всех умерших, начиная с Адама, а также дарование каждому личному бессмертию, вечной молодости и полноты счастья. Вот такой текст, как часть программы о партии, это один из примеров Шаровского гротеска. Я думаю, на этом можно остановиться. Большое спасибо, Марк Новомович. Вот трудно обращаться, когда не видишь лиц, но вот может быть Амина или Александр Дмитриев что-то захотят сказать о своих статьях. Хотя это, конечно, довольно подлый шаг с моей стороны. Хорошо. Требует таких экспромтов. Хорошо. Может быть, тогда попробую я сказать два слова. Да, скажу. Вы знаете, я прошу, поскольку это немножко внезапно, я сейчас стала быстренько просматривать статью. Если можно, я ближе к концу скажу несколько слов. Спасибо большое, конечно, да. Тогда я сейчас буквально пару минут попробую немножко рассказать о связи, которая возникла из двух вещей. Первая – это знаменитая формула Deus conservatumnia – Бог сохраняет все, которую я немножко позволил себе переделать. И у меня получилось, что Homo conservatumnia, мне кажется, ключевой этический жест героев Шарова состоит в том, что они стараются зафиксировать в памяти все, что только можно. То есть это такая тотальная мемориализация по ключевому источнику шаровской мысли, по Федорову, да, зафиксировать все, что осталось от человека, материальные, символические следы и так далее. Так вот, герои Шарова, как мне представляется, стараются сохранить все о своих предках, прежде всего, но не только. И это рождает очень любопытную нарративную повествовательную структуру. Я думаю, все, кто читал хотя бы один какой-нибудь роман Шарова, обращали внимание на то, что у Шарова в, собственно, в рамочном нарративе, там, где действует, говоря языком, такой нарратологии, первичный рассказчик, практически ничего не происходит. Все события, они как бы за кадром. О них мы узнаем в рассказах, а чаще всего в пересказах. И вот шаровская повествовательная структура представляет собой то, что мне показалось удачнее всего определить такой, отчасти метафорической конструкцией, как полимпсез, где один слой накладывается на другой и порождает целый ряд важных для понимания шаровской прозы и эстетических, и смысловых эффектов. Ну, например, мы часто, как мне кажется, просто не понимаем, кто является автором того или иного фрагмента текста, который мы сейчас читаем в романе Шарова. И мне кажется, что это осознанная установка на пересказ и на вот эту интерференцию. И одним из технических вспомогательных приемов для Шарова в этом смысле всегда было то, что называется, не собственно прямая речь. Ну, вот, например, иногда или есть другие еще варианты создания вот этой полимпсезной структуры, всегда очень сложной, очень трудной для понимания, скажем, в моем любимом романе «Возвращение в Египет». С самых первых страниц, с самых первых писем читатель рискует запутаться в пересказах, поскольку, в общем, не самую важную историю мы узнаем в третьем или четвертом пересказе. И такой пересказ кажется немотивированным с точки зрения сюжета он не особенно нужен, но он нужен для создания вот этой структуры. Ну, или, например, вот в том же самом «Возвращение в Египет» мы видим, как разные адресаты, а там, напомню, потомки Николая Васильевича Гоголя пишут друг другу письма, и там мы видим, что они становятся, в общем-то, соавторами общего нарратива, и есть ощущение, что все они знают переписку друг друга, хотя из повествования это не следует. В общем, на уровне повествования это полимпсест вот в таком смысле. Кроме того, полимпсесты на уровне тематики. У Шарово очень часто идет речь о таких полимпсестообразных конструкциях. Ну, например, в романе «След в след» один из героев пишет признательные показания, такой автодонос после своего пьяного дебоша в ученической тетрадке, буквально чуть ли не поверх ученического школьного текста. Вот такой вот жуткий полимпсестообразный текст. Вот. И, ну, вот я старался показать, как работает на разных уровнях поэтики Шарова, на уровне нарративного устройства, на уровне тематики, организации системы персонажей и так далее. Вот это вот инвариантная штука, которую мне показалось удачнее всего обозначить как полимпсест. Ну, вот примерно так. Спасибо. Я вижу Сашу Дмитриеву. Саша, ты готов рассказать о своей студии? Да, если можно. Конечно, можно. Несколько минут. Спасибо тебе за приглашение Александру сюда, и тебе, Анастасии, вообще за задумку всего этого сборника, и Ольге за помощь. Спасибо Шарову. Мы это, то есть исполнители. Просто у меня несколько сложная ситуация, потому что я писал, как бы, не о Шарове, собственно, а точнее, не о его писательском творчестве. У меня главными фокусами был Шаров Дашарова, его кандидатская диссертация про Платонова и его эссеистик. То есть я сознательно ушел от романов, потому что, как мне кажется, для понимания феномена его творчества, его идей, вот такая многомерность важна. Понятно, что он, в первую очередь, писатель и, кстати, поэт. И мне было важно тоже обратиться к его стихам, которые дали какой-то ключ, и важный ключ к его прозе тоже и к его мышлению. И посмотреть мне, как профессиональному историку, что для него означало быть профессиональным историком. Он в итоге от этого выбора ушел, писательство, но было важно посмотреть и подумать, что было важно от его исторических занятий в его, собственно, художественном мире. И поэтому для меня главными героями рассказа о Шаровах стали два Платонова. Так совпало. Ну, Шаров любил такие пары, да, странные. Историк Сергей Платонов, о котором была его диссертация, защищенная в том самом 1984 году, и Андрей Платонов, писатель, который стал для него во многом ключом к пониманию того, что случилось в России в 20 веке, в первой его половине. И вот на этом сопряжении, а точнее, в общем, антагонизме, двух людей, которые никогда друг с другом не сталкивались и соприкасались, но в Шарове нашли себя для 21 века, важно было посмотреть на то, каким образом он мыслит историю, да, и как стратегия воскрешения мертвых, которая, в принципе, да, жуткая, да, гротескная, и у Шарова, как ни у кого другого, показана, так сказать, оборотная сторона вот этого Федоровского мифа, о котором принято говорить скорее, так сказать, с придыханием, так сказать, кивать, включать в разные, так сказать, понедельники, русской духовности, святости и так далее, он показывает оборотную сторону, но бывает еще и другое воскрешение мертвых, то, которое делает историк, или то, которое делает человек, обращающийся к истории, уже как писатель, или как эссеист, как поэт, вот, и я хотел найти вот этот самый ключ, и, может быть, последний, тоже неожиданный, человек, о котором я думал, когда писал о Шарове, это Честлых Милош, польский поэт, тоже эссеист, да, и вот эссеистика Милош, она точно так же, как мне кажется, важна для его творчества, для его поэзии, и вот эта вещь, которая есть у Милоша, у позднего Милоша, его обращение к утопии, его книга «Земля ульрок», где он постоянно тоже работает с разными визионерами, мистиками, людьми, которые вроде бы почти как кроссолог с дудочкой уводили людей из своей народа куда-то, из своих читателей, в другое изменение, но вот эта утопия, искание другого мира, далее другого царства, как принято говорить про русскую культуру, оно бывает не всегда негативным, да, понятно, что сейчас в 21 веке об этой изнанке говорить легче всего, но то, что важно и в Шарове, и в Андрее Платонове, и даже отчасти в Сергее Платонове, да, в том, что видя и понимая оборотную сторону мессианства, он в то же время чувствовал его притяжение, да, и вот это вот постоянное сопряжение двух полюсов, так сказать, трезвости и, так сказать, горькой иронии и сарказма, и в то же время понимание того, что в этом притяжении иного мира было, есть сейчас и остается, вот, мне кажется, понимая Шарова, очень важно вот эту двойственность учитывать. Не знаю, насколько мне удалось это передать, но я пытался. Еще раз вам спасибо, что дали возможность об этом сказать. Спасибо, Слэш. Большое спасибо, Александр, и вот прежде чем я с удовольствием передам слово Амини, я хочу призвать уважаемых коллег, наших друзей не стесняться и формулировать свои вопросы, тезисы, реплики, это можно делать в чате, ну и мы еще сколько-то поговорим, а потом с удовольствием перейдем к общему разговору, и можно будет задать свой вопрос просто голосом, и можно с видео, можно без видео, как вам будет удобно и комфортно. Или может даже записка, если вы хотите. Да, можно даже записку какую-то прислать, и я думаю, она дойдет. Амина, пожалуйста. Да, спасибо большое. Моя статья называется «Художественное время» в романах Шарова, и эпиграф у нее — это цитата из романа «Царство Агамемнона», и цитата, следующее, «Время — главный герой любой честно написанной книги». То есть, когда Владимир Шаров писал свои романы, конечно, он имел в виду описывать время, давать картину времени. И я просто в этой статье, она такой носит несколько обзорный характер, я как бы по по всему его творчеству, я, так сказать, немножко прошлась по всем романам, и какие-то аспекты описания времени постаралась выделить. И я начинаю с цитаты, опять же, с цитаты из С.С. Шарова, его воспоминания о любимом школьном преподавателе, словеснике и правозащитнике Анатолии Якобсоне. Сам о себе Анатолий Якобсон писал по образованию историк, но больше занимался литературой. И вот эти слова, которые Шаров приписывает Екобсону, они очень подходят к нему самому, потому что как бы занятия историей позволили ему, дали выход его фантазии и творческому темпераменту, и литература оказалась наиболее подходящим способом для него выразить свои и исторические, и гуманистические концепции. Прошлое для Шарова служит как бы отправным пунктом, потому что его интересует больше всего не прошлое, не только само по себе, но как оно прорастает в настоящее, какие возникают параллели и совпадения в ходе событий. Поэтому развязка его романов, романы могут начинаться в разное время, но развязка происходит всегда в наши дни, всегда в наши дни. Еще один момент, на который я хотела обратить внимание, это типы авторов. Типы авторов. И в какой-то момент Шаров указывает, что как бы существует два типа авторов. Авторы, которые пишут как бы историческую хронику, и авторы, которые интерпретируют исторические события. И вот эти второй тип интерпретаторы, здесь он явно обращается к урокам церковных писателей. И в одной из своих работ он указывает, что церковные писатели, он имеет ввиду писателей 16 века, способность церковных писателей несколькими страницами текста возвеличить тебя сильнее, чем сотни выигранных битв, сделать из последних первыми, была тогда оценена по достоинству. И вот это во многом программное рассуждение и вот на основании этих рассуждений как раз Шаров разворачивает изображение российской истории в контексте религиозных конфликтов. И он уподобляет российскую историю священной историей и отчасти он примеривает на себя роль церковного писателя. И это одна из мотивировок присутствия религиозно-философского дискурса в его романах. Еще один момент, который очень важен для Шарова, это то, что он изображает человека не столько самого по себе, но скорее как звено в цепочке поколений, в настоящей длинной жизни, которая для Шарова является жизнью поколения, жизнью целого рода. И в этом смысле жизнь человека начинается еще задолго до его рождения, в жизни его предков, а закончится неизвестно когда, закончится с его наследниками, и опять же тут возникает очень любопытная для Шарова тема законных и незаконных наследников, и очень часто то, что на первый взгляд кажется законными и естественными наследниками, оказывается обратным, оказывается совершенно обратным явлением. Другой важный момент для Шарова это тот факт, что через все творчество писателя проходит ощущение личной и семейной причастности как к своей эпохе, так и к большой истории. И здесь я привожу цитату из небольшого очерка Хадынка, который был опубликован в сборнике воспоминаний различных писателей о Москве, который в каком-то смысле мне кажется очень красноречивым примером Шаровского творчества. Это Хадынка, это как бы отмеченный историей уголок Москвы, который теперь в настоящие дни выглядит как совершенно букалический пейзаж. Восприятие Шарова ребенка это был просто луг, расположенный недалеко от дома, по которому он летом чуть ли не ежедневно гулял с родителями многие годы. Только много позже он понимает, что это то самое Хадынское поле, на котором произошла давка во время коронации Николая Второго, а в недавнее время, уже в советское время, под этим лугом скрывались авиационные заводы и засекреченные конструкторские бюро. И таким образом у него детали личной судьбы самым неожиданным образом переплетаются с большой историей. И вместе с тем это иллюстрация к очень важному в творчестве Шарова принципу касательно того, что внешняя форма обманчива или недоговаривает. Люди, вещи, события суть не то, чем они кажутся на первый взгляд, а правда всегда двоится. Вот это двоение правды. Вот, потом у меня тут есть раздел о датировке и хронологии. Если мы читаем внимательно Романа Шарова, мы видим, там много отрывков из дневников, из писем, которые всегда точно датированы. События обычно имеют точную историческую дату и после этого рядом с этой предельной исторической такой даже архивного уровня конкретикой происходит сдвиг невозможный, происходит сдвиг в фантастику. Это вот тоже очень важный момент его художественного мира. Амина, простите, вот у нас у меня будет еще один вопрос, где будет повод про это поговорить. Если вы не против, мы бы немножко туда эту часть, если вы да, конечно. Хорошо, спасибо, простите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я думаю, мы познакомили достаточно предметно уважаемых слушателей с содержанием сборника Владимира Шаров по ту сторону истории, и можно теперь перейти к общему вопросу, который я хотел бы сформулировать от лица вот такого на ходу выдуманного читателя, который интересуется, но не очень знает, что такое проза Шарова и попробовать совместить здесь два вопроса, которые у такого читателя могут возникнуть. Первый вопрос простой. Почему так важно читать этого такого прозаика с такой очень трудной, а подчас и кажущейся просто переусложненной на, может быть, не очень искушенный вкус поэтикой? Зачем стоит в нем разбираться? Стоит? Нужно? Хорошо бы? Тут каждый подчеркнет для себя свой вариант. И, может быть, вторая часть этого вопроса звучала бы так. Как проза Шарова, которая окажется очень замкнутой, очень герметичной, очень автономной от любых интеллектуальных контекстов, текущих, остроактуальных, остросоциальных, как она вписана в эти контексты, поскольку при более внимательном взгляде оказывается, что идеи Шарова коррелируют с одной стороны с идеями позднего Лотмана, который все время думал о тех путях, по которым не пошла история. С другой стороны, с работами Хельбика и Халфина о советской субъективности. С третьей стороны, с книгой Дельмана «Революция сверху в России», вспомним ССШРО «Верховые революции» и так далее и тому подобное. Вот такой вот вопрос. Хорошо. Ну, давайте я начну, если хотите. С моей точки зрения, важность Шарова именно в его сложности. И, собственно, это довольно такой, я бы сказал, оптимистический урок для нас, занимающихся литературой и культурой, когда кажется, что вот есть тексты, которые читают узкий узкий круг фанатов, да, и эти тексты сложены, эти тексты совершенно не стараются понравиться читателю. И, как вот, Саша, вы сказали, они достаточно герметичны и так далее, и так далее. И, тем не менее, вот этот вот сложный, так сказать, сложный нарратив, если вложить в него силу таланта и энергию и жизнь, как это сделал Володя, он пробивает себе дорогу, он завоевывает себе место в культуре и он, так сказать, становится необходимым не только для круга друзей. Во всяком случае, я очень надеюсь, что это так и происходит. И для меня, как человека всю жизнь занимавшись постмодернизмом, тексты Шарова очень важны еще в том смысле, что они опровергают вот это плоское и довольно оскорбительное представление о постмодернизме, как о таком тотальном нигилизме и показывают, что постмодернизм это прежде всего очень глубокая критика, очень ответственная критика. И в этом смысле Шаров это такой принципиальный образец. Что же касается актуальности, не знаю, это особенность моего, так сказать, тепережного состояния, но я постоянно вспоминаю какие-то Шаровские мысли. Например, вот сейчас во время эпидемии, когда вдруг стал падать рейтинг Путина, чего бы вдруг ему падать во время эпидемии, когда вот в той стране, в которой я живу, президент ведет себя значительно хуже, а рейтинг, ничего с ним не происходит. И Шаров это объясняет совершенно замечательно, он же говорит, что от государя не ожидают компетентности, и государь не становится, так сказать, хуже, если там его чиновники воруют, а его жандармы секут людей на улицах нагайками или дубинками. Государь теряет в глазах народа, когда на страну обрушивается мор, эпидемия. Это значит, что государь ответственный за отношения с Богом по разгневу. Бог нас больше не любит. И вот тогда происходит смутное время, и вот тогда происходит все остальное. То есть, вот это вот такая вполне себе монархическая модель, которую Шаров несколько раз описывал и объяснял, она работает совершенно изумительно в условиях современной демократии. вот. Спасибо, Мак. Но, мои коллеги, есть ли у кого-нибудь еще идеи насчет того, зачем же читать и давать себе такой немалый труд, скажем прямо, читать и разбираться в поэтике Шарова? И как она сопрягается с текущей повесткой дня? И здесь я, прежде чем прошу ответить и не даю, есть еще, мне кажется, второй разворот. Не оказались ли мы все в некотором смысле героями романов Шарова, потому что несколько сюжетов и это вот идея Михаила Наумовича, об этом он написал вчера, кажется, в Фейсбуке о том, что сила писателя измеряется тем, насколько мощно его, как бы, координаты этого художественного мира экстраполируются на реальность и, как мы видим, некоторые эпизоды сегодняшней российской, но и не только жизни, как будто бы трансплантированными со страниц Шарова просто. Как будто бы это романы, которые размыкаются в сторону реальности и здесь уже репрезентация работает в другом направлении, нежели нам привычно. Можно несколько слов? Да, пожалуйста, Михаил Наумович. Я бы сказал, что чтение Шарова погружает нас в современный мир, который становится, об этом можно говорить с горечью за мир, но с радостью за Шарова все более и более шаровским. В каком смысле? Ну вот через два месяца после кончины Владимира Шарова русская православная церковь стала старообрядческой. То есть, если в 1666 году русская православная никонианская церковь стала исправлять книги по греческим образцам, чем вызвало, естественно, старообрядческий протест и сам феномен раскола, то теперь в этот раскол впала вся российская православная церковь, которая прекратила свое общение с Константинополем после того, как была дарована аспектфалией украинской церкви. И в этом трудно не увидеть какую-то вот шутку, которую шаровские романы в очередной раз сыграли с реальностью русской истории уже после него. Не говоря уж о том, что Дугин, Александр Дугин, которого называют мозгом Путина, в позднем уже возрасте, в зрелом возрасте крестился в старообрядчество, потому что такова его вера, потому что мир лежит, так сказать, во зле, мир предан антихристу, и мы должны, соответственно, заботиться об уничтожении этого мира, что он неоднократно повторял в духе совершенно шаровских героев, например, во время войны, так сказать, экспансии в Донбассе, повторяя убивать, убивать, убивать. Это я, как профессор, вам говорю, обращаясь к своей студенческой аудитории в МГУ, убивать. И по контрасту в моей статье рассматривается интерпретации Платонова у Шарова и у Дугина. Ну и потрясающий факт, например, который почему-то малоизвестный, что самая мощная ракета ядерная, континентальная, российская, называется «Сатана», и она производится в обители Серафима Саровского, которая в советское время называлась секретными именами Арзамас-16, Кремлев. Именно там расположен самый мощный компьютер России, работающий, естественно, на войну, и Серафим Саровский объявлен покровителем российских ядерных сил. Или вот недавно сооруженный, завершенный храм вооруженных сил России, где четыре предела сообразно разным видам оружия, и святые объявлены покровителями этого, значит, этих пределов. У каждого оружия свой святой. Вот это проникновение, или путинская известная фраза, которая потрясла весь мир, о том, что мы погибнем, мы сразу попадем в рай, а они даже раскаяться не успеют. Вот все эти теологические вкрапления, на самом деле не вкрапления, а основы, скрытые подсознательные основы российской уже постсоветской геополитики, хронополитики, они вскрыты Шаровым, но материал русской истории от Ивана Грозного и до XX века, и поэтому вот в этом смысле Шаровский исторический и теологический синтез оказывается все более и более таким вот метанарративом современной российской истории. И если я бы сказал не читать Шарова, то все эти разрозненные факты оказываются ну разрозненными, непонятными, а Шаров помогает собрать их как фокусы все то, чем была, чем становится и чем еще грозит для мира стать вот эта смесь чекизма и такого своеобразного, мягко говоря, понятого фундаментализма якобы православного. Так что моя статья заканчивается призывом политикам изучать Шарова для того, чтобы понять очередной так сказать гираж российской истории. Это ключ. Как неоднократно бывало, Достоевский ключ к русской революции, а Шаров, я бы сказал, ключ к постсоветской истории, которая еще разворачивается. Спасибо. Спасибо, Михаил Новомович. Вот такой взгляд на Шарова как на фигуру, на автора, которому удалось сформулировать некоторую парадигму современной политической теологии и в принципе структуры власти. Спасибо, коллеги. Можно? Спасибо. Пожалуйста. Я хотела бы подчеркнуть один аспект, который интересен лично мне, как человеку, который занимается уже несколько лет мемориальными стратегиями современной культуры, поэтики памяти, мета-памяти современных русских, текстов современной русской литературы. Мы сегодня уже говорили о том, что для Шарова теология, риторика, прагматика, террора стала ключевой проблематикой всех его текстов, без исключения. Но мне кажется важным еще и другой момент. Мне кажется, что в принципе Шаровские романы-метафоры, как сам Шаров их называл, роман-метафора, роман-притча, на уровне метасюжета могут быть прочитаны как романы о памяти. Об этом чуть-чуть говорил с другого, как бы, из другой перспективы к этому заходил, об этом говорил Саша Дмитриев. Романы о памяти, чей долг заключается именно в воскрешении активном, сознательном, последовательном исторического прошлого во всей его полноте, во всей его трагической полноте, в которой судьба палачей оказывается намертво сплетена с судьбами жертв. И важность актуальной Шарова заключается на мой взгляд именно в том, что его тексты являются уже не просто текстами памяти, если вспомнить ту формулировку, которую дал в свое время Александр Эткинт, который экстраполировал терминологию Доминика Ла Капре для исследования функционирования современного литературного текста, и говорил о том, что современные тексты это есть лишь тексты, которые отыгрывают травматическое прошлое, не анализируя его, что современная литература есть литература памяти, а не литература о памяти. Так вот, мне кажется, что Шаров один из самых важных авторов с точки зрения парадигмы как раз метапамяти. Это тексты не просто памяти, это тексты о памяти. И в этом смысле конечно эти тексты становятся не просто отыгрыванием, но становятся проработкой этого травматического прошлого, потому что они подключают ценностную этическую перспективу и оказываются неразрывно связанным с осмыслением таких категорий, как вина и ответственность. То есть мне кажется, что с Шаровым в общем русская современная литература вступает в тот этап, в котором уже достаточно далеко продвинулась как и французская литература, так и немецкая литература. Это первый момент. А второй момент может быть более такой менее теоретический, более практический. Мне кажется, что Шаровские романы метафоры создают то, что можно было бы назвать мистическим искупительным нарративом. Создают и одновременно его развенчивают. В этом мистическом искупительном нарративе террор, от которого погибали миллионы людей, как будто находит свое оправдание вот через эту жертвенную интерпретацию, Михаил об этом говорил сегодня, и внутри этого нарратива палачи выступают как жестокие, но разумные статей. И в этом собственно принцип и механизм искупительного нарратива. Объяснить и оправдать террор его функциональностью. В случае Шарова мы имеем дело с такой некой мистической функциональностью. и мы знаем в принципе насколько сегодня в России массово распространены разного рода искупительные нарративы. Когда террор воспринимается как преувеличенная, но в чем-то очень рациональная реакция на повестку того исторического контекста. Нужно было модернизировать, нужно было выживать, нужно было победить Второй мировой войне. И в рамках этого искупительного нарратива возникает тот уже заезженный образ, но который при этом не теряет своей чудовищной нравственной импликации Сталина как эффективного менеджера. И нарратив этот безусловно, это было уже показано и доказано на примере Германии, мешает осмыслению и пониманию размеров и масштабов трагедии, катастрофы. И Шаров создает в каждом своем романе, он с одной стороны создает вот этот мистический искупительный нарратив, который исходит из посылки того, что зло обратимо. Потому что чекисты Шарова являются одновременно органами смерти, они призваны реализовать такое гносиологическое искупление зла злом, они должны очистить этот плохой мир и плохого человека от терзающих их скверны, а с другой стороны являются органами смерти, потому что зло обратимо и чекисты собирают через пытки, материал для последующего воскресения собственной жертвы. Но в конечном итоге, и я поэтому очень люблю Робан воскрешения Лазаря, в конечном итоге зло оказывается у Шарова необратимым, оно порождает все то же самое зло, потому что воскрешение жертвы в воскрешении Лазаря, например, не происходит. Ни отец наратора, ни отец Ирины не воскрешены, зато происходит воскрешение палача Лазаря Кагановича, как мы помним. И мне кажется, вот важность, актуальность Шарова в том, что он создает этот мощнейший мистический искупительный нарратив, обнажая при этом механизмы с функционирования вообще искупительного нарратива и показывая в общем несостоятельность и опасность такого рода нарратива. Вот я бы так сказала. Большое спасибо, Анастасия. Я снова хочу обратиться с призывом к дару задавать вопросы в чат, а вскоре Оля хочешь сказать? Да. Да, конечно. Тебя не видно? Не видно? Нет. И не слышно? Слышно. Но не видно. А вот сейчас видно и слышно. Вот. А вот сейчас не слышно. Я включу. А сейчас? Хорошо. Не слышно, да. Не слышно? Нет, нет. И видно, и слышно. Хорошо. Я хотела несколько слов сказать. Мне просто не удалось. Видимо, там какие-то были сбои технические мои. После Михаила Наумовича и Пштейна вот некоторое дополнение относительно актуальности Володи, Володьных текстов в том, что происходит сейчас в России. Он как бы понял Россию умом на самом деле, а рассказал об этом художественно. И вот все, что происходило сейчас перед этими так называемыми выборами, это, конечно, просто фантастика. Тут он просто все, что происходило, это просто была чистая иллюстрация из его романов. Вот, например, шаман, который был отправлен в сумасшедший дом и который организовывал дважды поход на Москву. Это «Будьте как дети» два сюжета из «Будьте как дети» соединенные. Затем вот текущий бунт с Хиегумена Сергея Романова это царство Агамемнона просто тут не надо его делать будущим героем, так сказать, какого-то ненаписанного романа. Он уже является героем царства Агамемнона абсолютно во всей полноте. Значит, он создает некое глубинное православие, значит, он утверждает, что Россия правит двойник. Вот, опять, это все-все по царству Агамемнона. Сам он при этом является Романовым, причем Николаем Романовым, вообще-то он был крещен, как Сергей, а на самом деле как Сергей, вообще-то он Николай. Значит, Антихрист вот-вот придет, спит, Романов в гробу, как спал Никон в свое время, значит, он призывает уходить в тайгу, и Уралу Володе вообще центр ментального брожения, так сказать, всегда, и вот в данном случае это все продолжено, то есть выявлено. Теперь, значит, вот его судьба. Он был оперативным работником, затем он убил человека, затем он отсидел, затем он воцерковился, он чтит и, так сказать, молится на Ивана Грозного и Сталина, он верит в тайного царя и создает такую секту царебожников. Значит, как я сказала, его настоящее имя Николай Романов, что тут же, так сказать, вот эту вот линию, продолжает линию этих самых самозванцев, да, и вот этого всего. Значит, за ним стоят бандиты, за ним стоит дед Хасан, за ним стоят силовики, одновременно и шоу публика российская. Вот, то есть тут просто, да, и на территории монастыря установлен щит и меч еще. Ну, то есть просто это вот абсолютная фантастика. И, кроме того, сегодня тоже в Фейсбуке, может быть, кто-то видел, может быть, это фейковое, и даже, конечно, я уверена, что это фейк, но это фейк Гоглев-Скошаровский. Значит, во Владимире настоятель Успенского собора провел обряд взывания к умершим после, умершим не позднее, вернее, до 6 мая 2020 года с целью, значит, вот, проведения голосования по поправкам Конституции. Не верю в это, но, тем не менее, повторяю, что это фейк абсолютно в духе, так сказать, вот, в российском духе и в духе того, что писал Володя и того, что писал Гоголь и того, что Володя, так сказать, понял. Понял он исключительно точно и какие-то вещи настолько глубокие и настолько для России формирующие, так сказать, сознание, менталитет и, соответственно, поведение, историческое поведение страны, что просто тут сказать уже больше нечего. Спасибо. Я еще добавлю одну строчку к тому, что Оля сказала, четыре, по-моему, года назад один из крупнейших экономистов России, Александр Агеев, он вообще-то слепой, но он действующий, руководитель Института экономического развития России, он призвал к тому, чтобы мертвые имели право голоса во всех выборах, потому что, особенно те, которые погибли в Великую Отечественную войну, потому что они тоже сражались за будущую Россию, поэтому они тоже должны голосовать. И от имени своих родственники, потомки, они должны обладать еще дополнительным голосом, если их предки умерли на полях сражения. А потом к этому добавились еще жертвы революции, Первой мировой войны, то есть началась такая Федоровская феерия, совершенно в духе Владимира Шарова. Это не фейк, это, я цитирую в некоторых своих статьях, вот это замечательное обстоятельство, призывы к мертвым, к участию мертвых в современной политической жизни. Миша, а ведьминские собрания, на котором призывают голосовать за Путина, это тоже вполне Шаровский сюжет. Конечно. Вот видите, как много Шаровского в современном мире. он это впитал, вобрал из 19-20 века, и все это теперь как из губки льется в современную пустую реальность. Хорошо, коллеги, но вот мы выяснили, что в некотором смысле все-таки да, оказались таки персонажами Шаровских романов, особенно те, кто живет в России. Будем как-то с этим жить. Ну и теперь я предлагаю, вот у нас тоже Шарова часто интересовали, как вот я говорю, и позднего Лотмана бифуркации, те точки, в которые история могла пойти в одном направлении, но пошла в другом, но в этом нет альтернативы, и поэтому это не альтернативная история, как очень хорошо показала Анастасия в своей статье. И вот бифуркация перед нами простая. У меня есть еще один вопрос, связанный с этим. Это первый вариант развития сюжета, а второй, это мы можем перейти к вопросам, которых мы очень ждем от вас, дорогие коллеги. Еще раз повторяю, можно задавать их точно так же, просто голосом, с видео или без, можно писать в чат. Они могут быть о Шарове или о чем-то связанном с ним. Видимо, пока вопросов нет, тогда я задам свой вот этот вопрос. Ну вот, мы, кажется, убедились, и больше убеждаться в этом и не нужно. То есть, более глубоко уже нельзя, что Шарова читать надо, и даже, в общем, вероятно полезно и необходимо. Но как его читать? И вот здесь вопрос опять от некоторого условного читателя, который испытывает чувство, я бы писал его, используя такую физиологическую метафорику, что ли, чувство головокружения, об этом писал Михаил Наумович в своей статье, когда начинаешь читать Шарова, возникает чисто физиологическое, физическое чувство головокружения. И это правда, я свидетельствую, что вот у меня был аналогичный читательский опыт. И с другой стороны, чувство или ощущение переживания немоты. Ты ничего не можешь на первых парах сказать об этом тексте, потому что не очень понятно, за что зацепиться, с чего его раскручивать. И вот, может быть, стоит поговорить о некотором, ну, в качестве определенного упражнения, один ключ, коллеги, или, говоря по-формалистски, доминанта. Вот некоторая доминанта, которая может послужить ключом или точкой входа в шаровские романы. Вот что бы вы назвали. Это может быть лежать на разных уровнях поэтики. Это может быть нарративное устройство, может быть, все что угодно. Вот один ключ, на что стоит обратить внимание прежде всего, чтобы освоить эти тексты, которые, как мы сегодня выяснили, нам, в общем, жизненно необходимы. И уж точно интересны. Ну, давайте я начну опять. На мой взгляд, самое подходящее, если искать доминантовый ключ, как вы говорите, Саша, это то, что Танянов называл словом невязка. Вот невязка, невязка планов, то есть, несовместимость, которая у Шарова скрыта. Это может быть несовместимость стилистическая. Чаще всего это несовместимость тематическая. Очень распространена у него несовместимость, так сказать, ну, как бы, того, что мы знаем как фактоид, да, и того, что, так сказать, из этого фактоида у Шарова вырастает. У Шарова, причем, это невязка, вот это столкновение планов, вот эта вот искрящаяся несовместимость, она всегда скрыта, она, она, как бы, заглажена, нарочито нейтральным стилем. И вот, как бы, если учиться читать Шарова, вот надо учиться искать вот эти вот стыки внутри, внутри гладкого стиля. Гладкого или такого повествовательного, даже на это псевдокументального. Вот это мой совет читателю. Коллеги, у кого еще какой? Может быть, у кого-то есть другой? Я бы хотела два слова сказать тоже, если можно. Да, конечно. Значит, вот у Володи вообще, ну, вот у у кого-то там ощущение, у Шишкина есть такое, значит, ощущение оползня, когда он начинал читать Володю, что, так сказать, почва уходит из-под ног. Вот. Но мне кажется, что вообще очень точно сказал о нем в первой диссертации, которая вот, которая была написана по творчеству Володи, такой Иван Шейко из Питера. Он сказал, что у Шарова вообще смешение всех дискурсов возможных. Это ритмическая проза, это официальный деловой язык, это мемуары, путевые зарисовки, газетная статья, исторические заметки, философский трактат, собственно, поэзия и так далее. Ну, и вообще, вот, мне тоже кажется, что у Володи это как бы, я бы сказала, что вот это коктейль в формате 3D, если какую-то метафору употреблять. Точно так же, как он сам был человеком, который безумно интересовался, он был сам ученым, он был, безусловно, финансовым аналитиком, он был поэтом, он был прозаиком, он был фантастом, и он был футурологом. Когда он приходил, когда мы приходили в гости в компании, где его давно знали, то всегда первый вопрос был, Володь, давай предскажи, так сказать, что будет. И очень часто он попадал в точку, абсолютно. Вот. И его ноу-хау вообще, это тоже вот, я бы сказала, что это обыденная трансгрессия, вот что-то в таком духе. То есть трансгрессия без предупреждения. Обычно в сказках даже ты, в общем, ждешь того или иного превращения, того или иного какого-то совершения такого таинственного и так далее. У Володи это нарочито все замазано. Он делает это так, чтобы вот архивные какие-то приводятся кучи дат, приводятся кучи каких-то этих самых деталей бытовых и так далее. И вдруг выясняется, что у женщины вот она была беременна, а выяснилось, что у нее родилось три сына. Уж и не один, так сказать, из одной беременности одним ребенком произошло трое детишек. Но при этом непонятно, произошли ли они эти дети, так сказать, были ли они на самом деле или все это фантом. Вот поэтому я говорю, что 3D. Вот. И вообще, так сказать, для него изобретательство тоже было невероятно. вот он родился во многом, так сказать, изобретателем. И если говорить, что он изобрел, что он предложил, скажем, в 20 лет, он предложил тонны вещей, которые потом появились в науке, в быту и так далее, и так далее. То есть вот тут вот он был такой вот, мне кажется, что вот это именно такая вот новая рождается вообще на скрещении старого. И в этом смысле он был абсолютным новатором. И то, что он делал и сделал, как раз это вот все это показывает. Спасибо. Спасибо. Кстати, у нас появились вопросы в чате. Вы не против, если я, или кто-то хочет задать? Если можно, я задам мощный вопрос. У меня их несколько. Прошу прощения. Всем добрый вечер или доброе утро по нашему разбросу по времени. У меня несколько вопросов родилось за время дискуссии. Вопрос номер один на уточнение. Правильно ли я понимаю, что в сознании Шарова, в художественном мире его литература не то чтобы подменяет историю, исторический нарратив, она является как бы единственной возможной рамкой его существования. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот то, о чем говорили все спикеры, так или иначе немножко где-то идеологически или художественно или по поводу поэтики пересекается с самыми популярными постмодернистами. В частности, оправдание чекистских чисток, о чем Марк Наумович говорит, это пытка для рая, это немножко похоже на роман «Оправдание» Дмитрия Быкова, где сталинские репрессии наделяются неким таким провиденциальным, если можно так выразиться, смыслом. Вот такие антиутопические шаровские вещи сбываются в том числе у его коллег, у Сорокина, у того же, например, или у Пелевина какие-то элементы есть. Насколько вот говорилось о том, что его тексты как бы герметичны, но с другой стороны, насколько они были, не то чтобы были вписаны, насколько они были в диалоге вот с современным контекстом русского постмодернизма. Спасибо. Спасибо. Викентий, большое спасибо. Марк Наумович, ну, может быть, вы ответите? Ну, может быть, Викентий Наумович ответит, но я могу начать, может кто-то продолжит. Викентий, здравствуйте, во-первых, и во-вторых, я бы согласился с тем, что у Шарова литература подменяет историю или является формой ее существования. Скажем так, может быть, это не совсем точно. Литература, мне кажется, и коллеги меня поправят, у Шарова выявляет то, что в истории скрыто. Вот как бы скрыт смысл истории, да? Ну, конечно же, то есть, Шаров делает вид, что этот смысл присутствует действительно всегда и везде, и особенно активно он это утверждает в своей соистике. Но, когда мы читаем его романы, мы понимаем, что этот скрытый смысл, он конструируется на наших глазах, да? Он также, и он конструируется каждую минуту. Вот, и то, что этот метанарратив, вот о котором, скажем, я говорю, мы его находим в разных точках истории, это не значит, что он действительно вот лежит где-то на дне, как клад, да? Он действительно постоянно создается, создается просто каким-то действующим дискурсивным законом, который себя воспроизводит. Воспроизводит законы производства дискурса, да? И литература в этом смысле, конечно, ближе всего подходит к этому месту. Что же касается резонанса с другими писателями, ну, мне кажется, это вполне, я не думаю, что здесь идет речь о каких-то взаимных влияниях, здесь идет речь о реакции на трансформацию культуры. Ну, действительно, превращение, так сказать, палачей в святых уже происходило и не раз в русской истории, и действительно, в 2000-е годы оно опять происходит и как раз именно в рамках того, что вот Миша точно называет словом чекизм, и Шаров, Сорокин, Норильбыков реагирует именно на эти процессы. Я бы сказал так, мне не кажется, что вот тут есть какие-то влияния. Это моя точка зрения, возможно, я отличаюсь от коллег, поэтому я хотел бы услышать, что скажут друзья. Я бы хотел только добавить к тому, что сказал Марк, что дело, на мой взгляд, не в том, что Шаров превращает историю в литературу, а в том, что в России история является изначально литературной и об этом много писали, литература центризм русского общества, русской истории. Но дело в том, что Средневековье так затянулось в России, а потом Россия позже, чем в других европейских странах, до там Петра или Екатерины, а потом первой нырнула Россия в новое Средневековье, как его описал Бердяев. А Средневековая история — это воплощение некого, так сказать, религиозно-литературного сюжета. Поэтому Шаров просто как бы вытаскивает этот литературно-теологический сюжет из русской истории. Он не навязывает его русской истории, она сама из него возникла. И лишь какие-то секулярные трактовки русской истории, как бы она складывала в 19 веке, они как бы на какое-то время затуманивали вот этот священный, так сказать, или антисвященный характер русской истории. А Шаров его, так сказать, обнажает. Вот, собственно, эти намутки. Можно я хотела только, может быть, добавить несколько замечаний, к тому же сказали Марка и Михаил. Безусловно, литература для Шарова является некоторым плацдармом освобождения истории от ее, как бы, детерминистской составляющей, да. То есть литература дает право истории на более, как бы, свободное, на свободное дыхание, на свободное существование. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы в своем вопросе упомянули оправдание Дмитрия Быкова. Насколько я помню, Быков не скрывал влияние Шарова на него, и в частности, в контексте написания именно этого романа. Да, то есть по моим воспоминаниям, Оля, вы можете, вы меня поправите, но мне кажется, что Быков определял Шарова именно как вдохновителя концепции этого романа. Что, собственно говоря, вне обращений к контексту можно, об этом можно сделать заключение, сравнивая некоторые тексты Шарова с самим текстом Быкова. Да, речь идет о том же создании и развенчании искупительного нарратива, но уже в его, скажем, не мистическом, да, не мистическом плане, некоторым другом, но все равно механизмы, которые обнажает и развенчивает Быков, сходны с теми механизмами, которые создает и развенчивает Шаров. А на эту параллель, если я все правильно помню, обращал внимание Виктор Топоров в одной из рецензий. Я не помню на какой Шаровский роман, но на один из романов вот он об этом писал, да. В репетициях. Да, в репетициях. Я хотела два слова тоже сказать по этому поводу, что вот Залыгин, у меня, собственно, это и есть в моем эссе, что Залыгин, главный редактор Нового мира, он сказал, что там долго решалось печатать или не печатать, и в конце концов он сказал на редколлегии, что можно долго спорить, нравится, не нравится и так далее, но думаю, что по этому пути пойдет литература, поэтому этот роман просто мы обязаны напечатать. Вот Володя как бы не в том дело, кто там что заимствует или нет, а просто действительно есть некий путь, который он прошел первым, вот и все. И действительно, вот и Быков, и Крусанов, и Елизаров, и масса других людей, они, да вот что говорить, вот даже в Варсисе, я, кстати, сейчас меня назвали главным редактором, я уже не являюсь с февраля, я ушла, потому что я уже не могу совместить с Володиными делами, вот, и, значит, вот все книги, которые вышли в последний год, которые я сама, собственно, и редактировала, замечательные книги были, вот Антон Уткин, Королев, ну Королев, не я редактировал, Дмитрий Стахов, роман, Очередный тоже вышел до этого, Игорь Тарасевич я редактировала, короче говоря, везде, во всех этих книгах есть нечто, так сказать, заимствованное от Володи, не в том смысле, что люди как-то пишут вот так же, или там, не знаю, как-то что-то используют, и все, но они идут его путем во многом, и это очень здорово, это замечательные вещи, это совершенно самостоятельные, абсолютно, и впервые, кстати сказать, когда я редактировала книжку Стахова, очень хороший роман «Крысиный король», он дошел до большого только списка в большую книгу, он до малого уже не дошел, что очень жаль, так вот, когда я сказала автору, что что-то у вас, ваша тетя, которая, тетя-героя, которая вроде как все время очень хорошая, что-то куда-то ее не туда понесло, что она тут говорит, на что он не ответил абсолютно Володиными словами, и я Володе часто это говорила, и он мне сказал, это же не я говорю, у вас претензии ко мне этические, а на самом деле это говорит, вот это она, вот это тетя, и Володя говорил мне то же самое, когда я ему говорила, что что-то он у тебя, вроде ты его любил, а что-то он у тебя там не то стал говорить, то есть вот уже как бы другой немножко тип литературы создается, и вот он был одним из первых, кто как бы его создавал, вот хотел сказать спасибо. Саша, можно я вмешаю, я вижу, что у Лены Рыбакова, здравствуйте, Лена, вопрос к Коле как раз, и я его, если можно, Саша, я прочитаю, чтобы Оля сразу же его ответила, вопрос Ольги Дунаевской, категорическое нежелание Владимира Шарова именоваться постмодернистом, связано с российским недоразумением, наслывившимся на это понятие, или имеет другие корни, что бы ты сказала в ответ на этот вопрос? Ну вот, он очень держался за то, что он реалист, и за то, поэтому он не хотел быть постмодернистом, потому что он считал себя твердо реалистом, что он на самом деле в самых диких выдумках, так сказать, он все равно оказывается прав, и все равно, как бы он не придумывал, все равно жизнь, так сказать, предложит что-нибудь еще похлеще в том же направлении, так что я думаю, что вот это его сдерживало. Коллеги, у нас есть еще вопросы в чате, если вы не против, я бы к ним перешел. Вот я заранее прошу прощения, если ошибусь в произношении чего-то имени, простите, бога ради, но постараюсь этого не делать. Вот нам пишет Элизабет Лофен, здравствуйте, с чего стоит начать читать Шарова для тех, кто еще не посвящен во все тонкости его сложности? Может быть, стоит назвать какой-то свой вариант, один и просто? Каждый из нас назовет свой вариант, но один. Да, вот это тоже будет любопытное упражнение. Я бы назвал до и во время. Я бы назвала репетициями. Я бы сказал... Оля, пожалуйста. Ну, ну, Варк, да. Нет, ты говори. У меня два варианта все-таки. Или след в след, потому что это первый, и там проще, многие вещи там как-то проще воспринимаются. Или же, может быть, согласно я с Быковым, который сказал, что он бы рекомендовался старой девочке. Ну, опять же, наверное, потому же, потому что там были дневники реальные в основе этого романа, который вот оставила родственница Володя. Так что, там тоже есть какая-то база, такая вот более твердая, реалистическая почва. Хотя сам роман совершенно, конечно, так же, как след в след, абсолютно фантасмагоричен. Я бы сказал «Царство Агамемнона». Мне кажется, его надо читать, Шарова надо читать с конца, потому что его ранние вещи при внешней прозрачности довольно сложные. Ну, или может быть, все-таки, или след в след. Но, мне кажется, «Царство Агамемнона» это очень интересный и достаточно открытый вход в Шарова. «Царство Агамемнона». может быть, да. И, кстати, насчет сложности я вот хотела все-таки два слова сказать по поводу детей, десятиклассников, первокурсников, которые, при том, что мы все время повторяем о сложности шаровских текстов, он популярен очень в таких вот группах именно совсем молодых людей, просто совсем юных, почти подростков. Об этом писал Гаврилов Саша о том, что он прочитал Шаров в девятом классе и как они создали группу, которая вот ездила и как они там читали, глядя на монастырь, читали фрагменты, стоя на горке и так далее. Это невероятно просто трогательно и действительно сохранил, так сказать, и пронес и понимание, и любовь, и все. И точно такая же группа была, как мы выяснили, вот туда входил этот Иван Шейко. Мы даже не знали об этом, я узнала об этом когда в Америке работала вместе с Ветланой Буниной, поэтессой, вот она мне рассказала, что она входила в такую группу и что в Питере была эта группа и туда же входил вот этот Иван Шейко и так далее. Потом была такая группа в Томске, тоже первокурсники, в Перми, в университете. Вот сейчас, видите, образовалось сообщество любителей Шарова в Красноярске. Все это люди 16, 17, 18 лет. Это удивительно. И Володя же получил студенческого букера абсолютно без конкурентов, так сказать, и радовался ему невероятно. И Джейк Ю премия, это была младежная премия. Так что, в общем, труден, труден, но тем не менее воспринимаем достаточно хорошо. Можно, Саша, можно я позволю себе, у меня просто перед глазами этот абзац из воспоминаний Александра Гаврилова, да, можно он, я его буквально одну минуту его зачту, потому что он абсолютно в этом смысле характерен. Помню, как роман Дуи во время, поведенный мною в палаточный лагерь на Волге, от вынужденного летнего безделья прочла юная дева лет 13 лет. Ничто не смутило ее, не рождение героя от уже мертвого отца, не история о том, как мадам Де Сталь демонстративно кокетничала с верхушкой Политбюро, чтобы разбудить ревность в своем сыне и любовнике Иосифе Сталина, и тем прокладывала ему путь к вершине власти. К вечернему костру она вышла со второй дочитанной журнальной тетрадкой, безумными глазами и фразой «Так вот, как оно все было на самом деле». Миша, к вам вопрос. Вы знаете, для меня, я соглашусь с вами, Марк, для меня царство Агамемнона стало самым проясняющим, так сказать, последним, но самым проясняющим аккордом вот в этом вот девятикниже Владимира Шарова, а водным аккордом для меня, конечно, стал роман «Первый след след», и особенно вот эта поразительная вставная новелла про рисовое зернышко, на которую умелец сумел вписать статью Ленина «Как нам реорганизовать рапклин». Вот для меня это, кстати, доминант в идее зернышко, так сказать, шаровского стиля. Так сказать, тут все как бы сошлось и скрипторика Шарова, то, что у него все письменные источники какие-то, и фантасмагория, и летоты, и гипербола, и политика, и теология, вот в этом маленьком автоном эпизоде. Замечательно, коллеги, ну что, получается, некоторые из нас хотят облегчить читательскую судьбу, некоторые хотят усложнить, это как раз была идея сразу кинуть посреди реки в до его время, ну хорошо, но победил количественно последний роман «Царство Агамимна», кажется, он самый большой, да, или, может быть, возвращение в Египет? Да, он самый большой. Он самый большой. Ну вот, тогда, наверное, с последнего и самого большого это хороший вызов. У нас есть еще один вопрос в чате, я его, с вашего позволения, тоже прочитаю. Анастасия Ушакова пишет, кстати говоря, это студентка нашего университета. Здравствуйте, у Владимира Александровича большое значение имеет память и через нее прошлое, которое является основой настоящего. А как простраивается будущее и имеет ли оно место в его романах? Про будущее, коллеги, никто не хочет. Про будущее я только скажу, что у него есть эссе о будущем, такое, немножко ироническое, но тем не менее его выбрал Оливер для перевода первое эссе, которое переведено на английский. Есть оно в сборнике «Искушение революции», в сборнике исторических эссе. Так что можно предложить автору вопроса посмотреть его. Ну, мне кажется, с будущим у Шарова отношения очень характерные, то есть будущее для героев это «Конец света» и «Второе пришествие», а для автора провалившаяся попытка «Конца света» и «Второго пришествия». И она всегда, как любой «Конец света» всегда отложена. Вот как бы вот это вот такая двойная перспектива, одни ждут «Конца света», «Второго пришествия», другие понимают, что это опять провалится. Вот это такое постоянное будущее. Да, у него «Второго пришествия». Да, и у него выживает всегда кто-то выживает в этом конце света и дальше идет все по-новой, так сказать, все развивается дальше. Это скорее циклическая концепция истории, где вот будущее как некая разомкнутость в общем-то и не предполагается. Это репетиция, репетиция. Да. Коллеги, кто-нибудь еще про будущее? Анастасия, Вы знаете, разрешите, я скажу. Я просто скажу пару слов, сейчас я как бы включусь в несколько разных вопросов, в несколько ответов. Я сначала хочу процитировать Анну Бердичевскую по поводу восприятия романов Шарова и чтения. Я помню, я читала ее рецензию на царство Агамемна, и она начинается с очень хорошего такого описания. Читаешь Шарова, вроде бы все похоже на правду, вроде бы все реалистически, и вдруг в какой-то момент ощущение, что ты идешь по потолку, что ты оказываешься просто вниз головой и ступаешь ногами по потолку. По-моему, это очень хорошее описание. Что происходит, когда читаешь Шарова? То есть это какие-то совершенно реалистические куски, и затем происходит вот этот фантастический сдвиг, и все происходит совершенно не так, совершенно иначе. И для чтения я бы порекомендовала «Возвращение в Египет». Он, конечно, большой роман, но мне кажется, он очень емкий, и там замечательно совершенно вводится тема Гоголя и тема Чичикова, очень интересная, выдающийся совершенно роман. И что касается темы будущего, да, он много писал о цикличности или о репетициях, о некоторой повторяемости, но в то же время он был настроен довольно оптимистически. По его словам, свойства национального характера устойчивы, и нация после катаклизмов всегда как бы возвращается к своим основам. Дело в структуре общества, как он писал, и как мы сегодня видим в структуре личности. Актуализация всех прежних привычек и способностей происходит мгновенно. И это тоже урок миру, и не сказать, что только негативный. Повторяется плохое, повторяется и хорошее. Так что в целом он все-таки был настроен более оптимистически. Мне кажется, у Саши Дмитриева была какая-то реплика, которую можно нанес. Да, спасибо. У меня даже предваряющий очень интересный разговор о возможных неудачах, которые у нас есть в чате, мне кажется, тоже очень важны. Для меня этот разговор и поворот очень важны, потому что я могу сказать, что так резко может быть, что мне Шаров-писатель не понравился в начале, и это правильно и нормально. Я, наверное, среди всех здесь присутствующих может быть единственный профессиональный историк, притом занимающийся XX веком, и прочитал я Шарову очень поздно, к сожалению, уже после смерти Владимира Александровича, и вот когда я стал думать о моей любимой вещи, то это, наверное, икона святого Георгия Победоносца склеймон, то есть эссеистика, личная очень, которая через свою биографию вдруг разворачивает читателя в историю. Насколько я знаю, еще Александр Гаврилов ее тоже любит, и, кстати, еще один наш общий коллег Бизонтинолог, который тоже для себя Шарова историк открыл именно через эту вещь. Потому что это правильно, что он мне понравился, потому что профессионального историка он в какой-то момент превращается в роднянскую костырка, извините, у него сразу дыбом стоит шерсть, и вот такая совершенно кошачья реакция именно на Романа Шарова. Что это за ересь, бред, да, как бы, вот это вот ощущение неотвязности вот этого морока ереси, бреда, который тебя постепенно втягивает, да, и ты вдруг начинаешь уже себя мыслить внутри как бы этого текста и искать, вот это очень важная и интересная реакция, да, и вот это как бы «четыре не хочу», вот этот момент как бы через отталкивание или неприятие, с которым, вероятно, каждый читатель Шарова соприкасается в своем читательском опыте, мне кажется, его очень важно выделить, и это его, например, по-моему, очень хорошо отличает от Дмитрия Буткова и других его, так сказать, писателей, которые воспринимаются в лучшем опыте, да, вот это неприятие, да, и все-таки потом осознание себя внутренних художественных текстов Шарова, потому что вот для меня Шаров в первую очередь здесь говорит моё профессиональное, зауженное, может быть, восприятие, имени я хотел бы назвать авторов конца 20 века, которые для меня вместе с Шаровым встают в ряд, чтобы понять историю, русскую историю, историю вообще, это Виктор Живов с его попытками понять русскую эсхатологию историю, да, и растворяя, ну, как бы, почти растворяя, погружаясь в неё до растворения, в то же время держа ироническую дистанцию, да, всякий, кто читал или знал Шар живого, да, вот эти два полюса тоже очень хорошо чувствуют. И второй автор, тоже, кстати, профессиональный социолог, да, или, скажем так, учёный, а не человек слова, это Анатолий Вишневский, автор «Перехваченных песен», да, тоже роман о 20-м веке. И вот для меня Шаров, для меня лично, скорее не в ряду писателей, достойных, важных, вроде, уже перечисленных сегодня, да, его ровесников, Михаила Швышкина, а вот в этом ряду скорее авторов, учёных, в которых вдруг открываются и художественные измерения, да, это «Перехваченных» и «Перехваченных». Ещё раз спасибо. Большое спасибо, Александр. Вот так Шаров оказался вписан в ещё один интеллектуальный контекст. Я, Виктор Марков Дживов, который последние годы работал над большим проектом по поводу греха и спасения в русской истории, и это действительно очень плотно коррелирует с Шаровым. Спасибо большое. И Александр уже немножко анонсировал этот вопрос, который у нас ещё появился в чате. Юлия Говорухина, наша коллега, пишет нам вот, что немного провокационный вопрос. Были ли, на ваш взгляд, творческие неудачи у Шарова, тексты или фрагменты? Может быть, он сам высказывался критично о каком-то тексте, имеется в виду своём? Может быть, это вопрос для Ольги Владимировны? Да. Нет, не высказывался наоборот. Я вот меньше всего у него люблю о скобцах и о роман, вот, четвёртый по счёту, мне ли не пожалеть. А он, наоборот, всё время говорил, вот как-то он прошёл менее всех замеченным, а на самом деле я его очень люблю, и мне он кажется очень важным. Это самый маленький его по объёму, и действительно о нём как-то не писали особо. Вот, так что нет, как-то он ко всем романам относился. Может быть, любил, может быть, больше всего репетиции и Агамемна, но Агамемна он не успел полюбить долго, так сказать, он ушёл очень быстро, буквально через три недели, но он очень был счастлив, что он его всё-таки сделал и считал его страшно важным для себя. Но любил бы всё репетиции, что я считал неудачным. Уже не надо, не могу сказать. Только это грязь. У нас кто-то со звуком, коллеги, Алина. Алина. Сейчас, одну секунду мы... Кто-то не выключил звук, и есть некоторые помещения. Ну, вроде бы всё. Спасибо. Может быть, кто-то ещё, коллеги, хочет про... некоторые скептические оценки Шаровым в своих текстах. Я считаю его самым неудачным, самым титулованным его роман «Возвращение в Египет». Я когда-то написал об этом Володе и боялся, что он на меня очень рассердится за это, но он не рассердился. Я считаю, что это самый такой прямолинейный роман, где этот нарратив выстроен как бы без внутренних противоречий и старается это скомпенсировать тем, что это роман в письмах, но это как раз и не получается, потому что там, как, по-моему, Саша сегодня говорил, там совершенно невозможно вообще понять, зачем нужны эти письма, потому что просто идёт один сплошной, очень ровный, очень стилистически гомогенный нарратив, просто разложенный на разные реплики, но эти реплики никак не связаны ни с характером, ни с голосами, ни с позициями, и это действительно в чистом виде вот излагается этот самый нарратив спасения, вот, но это моё точка зрения и как очевидно, она широко расходится, то есть глубоко расходится с широкой литературной общественностью, потому что именно этот роман Шарова получил и Букера, и был в шорт-листе большой книги тогда. Не, он получил большую книгу, третью. А, и получил большую книгу, да. У нас есть ещё коллега, которая хотела бы выступить с репликой, Анастасия Сильвестрова. Настя, пожалуйста. Да, здравствуйте, я сейчас попробую включить видео, чтобы у меня было видно. Здравствуйте, коллеги, я, к моему большому сожалению, не являюсь специалистом по творчеству Владимира Шарова, но я в своё время занималась активно польской литературой, и в частности, в связи с тем, что сегодня мы говорили о множестве контекстов, связанных с творчеством Шарова. Я вспомнила достаточно старый роман, он вышел, мне кажется, или в 2008, или в 2009 году, роман о такой русской альтернативной истории, и мне бы хотелось, может быть, просто для, ну, может быть, скорее для студентов, чем для коллег, потому что коллеги, скорее всего, об этом романе знают, о нём сказать, потому что он интересный с точки зрения исторического контекста. Это роман Яцека Дукая «Лёд». Яцека Дукая это такой современный, достаточно популярный польский фантазм, но сейчас, ну, его называют наследником Станислава Лема, но сейчас он скорее принадлежит уже к такой польской традиции, в том числе интерпретации памяти, как мы сегодня уже про Милошу говорили. И мне кажется, что этот роман не был переведён на русский язык, к сожалению, хотя это было бы достаточно интересно, потому что лёд посвящён истории, русской истории начала 20-го века и переплетению её с польской историей. Русская история заморожена. Россия буквально находится подо льдом инопланетного происхождения, то есть там есть фантастические какие-то отсылки к источнику этого льда. Но в России совершенно ледниковый период, который заморозил историю. И в России до сих пор монархия, Польша до сих пор является частью Российской империи. И в сущности этот лёд, это инопланетное вторжение, которое замораживает Россию и российскую историю, является, ну в какой-то степени, если мы говорим о контексте Шарова, тоже способом спасения России и русской истории. Потому что в России до сих пор монархия, и ничего ей не угрожает. И вот таким катаклизмом извне является главный герой польских студентов, который отправляется в Сибирь для того, чтобы там искать своего отца, вынуждать, встречается с Пилсудским. И он размораживает историю, размораживает Россию, по ходу сюжета топит разморозившимся, растаявшим дом всю Сибирь. И там тоже есть очень интересные мотивы, как мы сегодня говорили, мотивы воскрешения мёртвых, мотивы исторической памяти, мифологизации истории. И вот возможно кто-то из коллег тоже встречался с этим романом или вообще с польским контекстом. Это не вопрос, это ни в коем случае конечно не интеллектуальная реплика, просто у меня возникла такая ассоциация, поскольку мы находимся в контексте постмодернизма, я хотела эту ассоциацию с вами поделиться. Спасибо большое. Большое спасибо, прекрасная тема для исследования мне кажется, спасибо. Я прошу прощения, я просто хотела добавить, мне кажется, что этот роман был переведён на русский язык. Я его не читала, но мне кажется он переведён. Я его читала по-польски очень-очень давно, но к сожалению по-русски не видела. Настя, вас просят в чате написать имя автора названия романа, напишите, пожалуйста. И совсем недавно в 2019 году в мае 2019 года вышла последняя книжка Дукая, ну, последняя на данный момент. Она называется по-польски как бы по письме после письма, то есть после письма, после нарратива. И это тоже эссистика, что весьма не характерно для этого писателя, который начинал как фантаст. И возможно, что для читателей, кто и владеет польским языком, тоже было бы интересно почитать ее в связи с сегодняшним контекстом. Спасибо. Спасибо. Так, у нас еще есть вопрос. Но это не вопрос, скорее реплика от Елены Рыбаковой. Польский и вообще славянский постмодернистский контекст Владимира Шарова богатейший. И первой здесь, конечно, должна быть названа Ольга Токарчук. Такая реплика. Спасибо, Лена. Ну что, коллеги, я думаю, что мы должны переходить, если нету больше реплик и вопросов, мы можем переходить к самой волнительной для меня части прощанию. Точнее, к трогательной. Мне вот тут написали, но не в чат, а по некоторым другим каналам, что я мрачный. Я не мрачный, коллеги. Я начинал сидеть у окна, и там мне светило в лицо солнце. Я пытался от него прятаться, и, видимо, мрачность стала спасением. Теперь вот мы не заметили, как за разговором о Шарове прошло два часа, и наоборот, тьма почти накрыла неизвестный прокуратору город. И вот замечательно, что мы имеем возможность при всех трудностях, которые нас со всех сторон окружают, почти как в романе Яцека Дукая Лед. Мы можем иметь возможность два часа с увлечением проговорить о Шарове. И самое для меня приятное, и, несмотря на внешнюю мрачность, я почти счастлив, что нас было ну, на пике, кажется, 50, а может быть, даже чуть больше. Это очень приятно. Спасибо вам огромное, что вы не пожалели времени для разговора о таком писателе не самом простом. И я отдельно хочу поблагодарить наших замечательных спикеров, авторов чудесного сборника, который, как сказал Марк Наумович, уже институциализирует до этого уже существовавшую серию неканонический классик, и который, я рискну сделать прогноз, внесет свой вклад в то, чтобы неканонический стал каноническим. Спасибо Ольге Дунаевской, спасибо Анастасии Деляфортель, Марку Липовецкому, Михаилу Эпштейну, Амине Габриэловой, Александру Дмитриеву. Большое спасибо всем, кто нас слушал, кто задавал такие чудесные вопросы, делился своими наблюдениями, компаративистскими и любыми другими. Спасибо за ваши вопросы, и я очень тронут и счастлив. вам, Александр. Саша, спасибо вам за организацию. Спасибо всем гостям. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Саша. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Спасибо.